но вот у нас недавно прозвучал комментарий нисколько не не спорим просто констатируем человек написал что он видел в каком-то видео не в нашем что вот они купили квартиру за 40 тысяч 3 плюс 1 где-то в районе соли что ли ну в общем нормальном районе за 40 тысяч можно купить квартиру но вы просто должны понимать в каком это будет домик примерно в таком если дом получше уже да ну вот здесь то естественно тут квартира будет как минимум наверно стоит 3 плюс 1 но под 100 тысяч долларов 90 где-то так тут никакой придомовой территории мы вчера кстати разговаривали с девушкой она с русскоязычной да они вот купили здесь на второй линии как раз от моря а d4 402 линия 90 тысяч долларов до в доме никакой придомовой территории вот посмотрите 3 плюс 1 или 4 они купили 2 плюс 1 они купили то есть это вот такая вот территория ничего лишнего у них там айдат всего лишь 100 лир то есть 400 рублей за уборку видимо берут не бассейнов только парковка и вот небольшая территория вокруг дома ничего не площадок ничего нет ну вот я думаю что за тысяч 70 60 50 можно купить большую квартиру вот в таком вот доме где тоже ничего нет кроме парковки по дому часто пройду покажу вот собственно вся и территория то есть тут даже вот машины которые заезжаются не можно крышу обить себя верхнюю часть фасада зданий даже разделение между домами я не вижу окна в окна сами понимаете поэтому такая цена да может быть за 40 лет он мне кажется это будет очень хороший вариант если за 40 найти в этом доме квартиру потому что он же недалеко от моря находится до моря то рукой подать вышел перешел до 400 вот за этим домом уже до 400 переходишь и все и вот тот дом и там море сразу да можно найти но опять же запахи тараканы могут быть муравьи да все что угодно но старые дома вы сами знаете какие есть трещины там да слишком близкое соседство звуки вот все это я иду тут все это слышу все последствия старых домов насколько он надежно построен вот я вижу что колонны вот представьте это они выбрал в обрамлении плиткой чем колонна кривая колонна вот это стоит вот так вот на нее смотришь она под наклоном стоит но даже суть не в этом это еще сколько на ней плитки и штукатурки колонны тонкие поэтому конечно если бюджет там зацепиться там у вас есть 40 тысяч до или там кто-то рассказывает что про бюджет 40 тысяч и вот купили 3 плюс 1 но я бы например не хотел бы жить такой хочется жить в хорошем доме если уж на решится на переезд ну или не 3 плюс 1 тогда брать возле моря можно купить за 40 тысяч за 50 тысяч долларов 1 плюс 1 квартиру квадратов 60 вот это будет один плюс один как наш двукомнатная она будет возле моря мендерис и но тоже старом доме там с территории там даже с бассейном некоторых домах они есть с бассейном там зелень здесь же то есть это такой спорный вариант да вот например здесь уже в новеньком доме этот дом свежий фасад весь аккуратненький там большие балконы выкрашен территория небольшая вот здесь наверное подороже конечно будет 3 плюс 1 долларов наверное будет так будет стоить под 100 тысяч в таком доме во первых он ценится за счет того что свежий дом и невысокий да то есть в плане того чтобы у кого страхи есть по и за землетрясений вот может быть такие домах и покупают но ему наверно лет десять примерно может меньше может лет восемь вот к вопросу по поводу как строить здесь и шумоизоляции посмотрите значит конечно это монолитно каркасное исполнение заполнение облочное но бывает строение с блоком из керамики он как бы пустотелый внутри внутри но много камер бывает там чем больше камер тему соответственно меньше теплопотери ну и возможно от этого и шумовые качества зависит как правило кирпичи на перегородках не совсем широкие применяются поэтому вот у кера керамика лучше передает звук и там с шумоизоляции проблемы вот например я вам показываю дом вот лежит ломаный этот блок скорее всего выполнен из отсева щебня такой же блок как и из в сочи применяется в постройке жилых домов кто-то там говорит шумность в турецких домах вот что они некачественные однотипные строения просто у турецких домов более интересные формы и конечно богатое наполнение инфраструктуры вот здесь фонтан к примеру там бассейн ну то есть сочи это таких домов как я уже ранее говорил можно там по пальцам пересчитать но и сочи если концепция такого дома с бассейном с какой-то территории то там как правило на этаже по 10 по 12 квартир на 20 этажах 240 семей вот представьте 240 семей это один подъезд ну пускай даже 200 до а там 4 дома на бассейн 800 семей на бассейн ну какая там может быть чистота да и какой-то может быть порядок когда концепция такая что маленькие квартирки ориентировано все но под быстрые продажи чтобы застройщику быстрее заработать ну а соответственно покупают такие дома под сдачу и там проходной двор получается здесь же все-таки на этаже две квартиры конечно же тишины спокойствия больше в бассейне не будет столько шума гамма вода будет чище бассейне мне нравятся формы хотя вот это не свежий дом он наверное уже лет шесть но при этом он не потерял свою актуальность очень смотрится достойно небольшая коробка здесь с воротами с баскетбольным кольцом где могут дети поиграть очень зеленая территория кто-то говорит зелени не хватает ну кому как вот все же в зелени вот свечки понатыкана ну да в сочи что не так что ли в сочи еще ближе состоит но это к слову в комментариях в общем пишут поэтому я моя вот реплика на эти комментарии здесь хотя бы есть где проехать есть парковочные места здесь нет такого что заставлено вдохнуть есть где пройти подышать детям на территории дома можно бегать они одни машины стоят пришли смотреть ковры вот понравился такой ковер интересный мягенький мягенький узелки прям продавливаются продавливаются такой мягкий мягкий стоит 2300 лир размер у него 160 на 230 мы купили ковер за сколько ли за 1900 торговали за 2 300 изначальная цена была торговали знаете как ну в общем предложили свою цену и такие сделали что нам нравится ковер но мы выходим 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 и он такой ну ладно давайте хорошо начал потихонечку снижать снижал снижал и до нашей цены чуть-чуть выторговали вот забежал тоже в такой недорогой мебельный магазин три с половиной тысячи вот такой комплект стоит три с половиной тысячи считаю весьма неплохо два креслица и достаточно мягкие так выглядит снизу мы пришли все вместе за велосипедом софийки но пока мы присматриваемся еще не планируем сегодня брать в одном из магазинов стоил такой велик 2 400 это примерно сейчас мы спросим сколько здесь стоит кстати здесь вот велик стоит 4000 вот для владика до велик или ему надо уже здоровый вот такое а здесь статья не так и стоят 2 400 то есть там нам скидку делали до 2400 рублей хотя этот даже больше велосипед софийки это велосипед вот такой маленький они тоже по 2 400 2 300 в общем наверное за 2 200 можно торговаться взять немножко города в нашей локации ну примерно так говорят вы просто не снимаете как написали в комментариях вы не снимаете нам город как-то непонятно что из себя представляет какой-то безликий снимаю вам частично вот такой велосипед я увидел на аккумуляторе 18000 лир дисковые тормоза впереди и сзади широкая резина широкий профиль и аккумулятор 36 вольт 10 ампер часов я пью сок да ты пьешь сок я пью за булка я пью картошку картошка девочка не дам не дам девочка не дам тебе совсем не нравится картошка фри настоящая ты больше любишь пластмассовые игрушечки думаю хорошая даже за как вы мне подкладываете картошку фри сидите либо ты еще и не любишь а все мое все мое никому не дам никому не дам все мое мужчины играют в игры по интересам вечером собираются пьют чай и играют в настолки мороженое внимание на мороженое купили ядреные цвета вот с ними софии мы купили голубое мороженое но она настояла чтобы мы купили ей голубое мы взяли она испачкалась вся белая кофточка была вся испачкана я думаю ну все красители не отстирается ничего после первой стирки кофта идеально как новая значит красители все-таки натуральный получается я к чему бы что цвета вроде пугают скажи ну ты уютно себя чувствуешь мерси забыла проблема которая у нас там в россии нас у нас еще осталась нерешенная одна проблема я как-то не забылась находилась бы я там у меня это бы удручало я об этом думала переживала даже не думая не все время внутри как бы это ощущение проблема живет другая проблема у нас заканчивается аренда и мы без мебели должны въехать в квартиру короче нам нужно найти еще одну квартиру где где мы можем продолжить жизнь дилема мы не можем найти квартиру 3 плюс 1 там 4 плюс 1 потому что варианты есть 1 плюс 1 и 1 и 2 плюс 1 но мы в них не помещаемся комментариях мы часто встречаем такие вопросы даже не вопрос а утверждение не подписчиков наверное скорее всего от тех кто забежал там на канал пишут что вот я бы не смог жить бы в мусульманской стране в большинстве тут люди конечно мусульмане да ну че государство светское но несмотря на это понятно что мы отдаем себе отчет что находимся в мусульманской стране это кстати неплохо но я не про то я хотел сказать по поводу пения пишут что вот как там я бы не смог бы жить я бы не смогла бы жить по утрам и там в течение дня и призыв к молитве ну нас это как-то никаким образом во первых уже привыкли а второй момент нужно самое главное выбрать себе местоположение квартиры локацию дома чтобы это было чтобы это было не под громкоговорительными мечети тогда вы не будете как бы получать дискомфорт от каких-то громких звуков в том числе и это призыв к молитве хотя некоторым людям наоборот хорошо кто-то может быть верующий то что приезжают с посредского пространства с республик с казахстана и с дагестана ингушетии здесь очень много таких ребят да и как бы и для них это нормально почему нет если они могут сходить в мечеть вы же тоже можете живете рядом с церковью и слышите звон колоколов и так далее все это если конечно дом будет стоять рядом с церковью или с мечетью вполне возможно что будет какой-то дискомфорт потому что динамики пять раз включаются за сутки мы мы не слышим например мы отдаленно может быть когда окна открыты отдаленно слышим это утром наверное когда полной тишине да там 445 а так в целом вообще никакого дискомфорта то есть надо изначально когда вы ищете квартиру для аренды или для покупки но смотреть если вас это не устраивает ну смотрите в какой-то локации где подальше от мечетелей все это не вообще никак бы не проблема дима мне нашел юбку все бы ничего юбка шорта я такую модель модель еще ни разу не видела расцветка прикольная а так фасон не знаю нормально сзади хорошо смотрится перья как будто материала много а сзади хорошо теперь я понимаю почему ходят турчанки в коротких юбках потому что внутри шорты конечно мусульманская страна и ходят таких коротких юбочках нету я сейчас померила такую юбку и там внутри шорты зашли мы с димой в банк это вот остатки конфеты и у нее в руках еще чупа-чупс вышел директор сидит вот там отдельно вот он в кабинете и дал софии конфеты просто он посмотрел что на по лестнице подымается и переживал что она упадет он прям я шла чуть дальше ну позже я говорю это моя моя дочь и я ее контролирую он сходил все кабинет внести конфеты и типа хорошего дня пожелал вот так вот относится детям и так мы куда приходим везде нам до конфеты то подарки то есть уж не тоже там на какая-то нас волшебная или еще что просто они так любят детей они и к своим также детям относятся в этом чупа-чупс да дядя дал большой чупа-чупс лучше конфета у тебя как нам повезло да скажи нас все подкармливают на халяву сказать за красивые глаза да как это все увязывается здесь я не могу понять тут девчонки в плосках длинных одеждах и тут же такие майки с языком на таким надутыми губами язык вывален за рта и то есть как бы вот эти топики шорты так вот такая интересная страна короче закрытые вот эти одежды и в тот же момент люди ходят раскрепощенно да зашла в магазин увидела футболку футболка такая вызывающая губы и язык такой вывален надутые губы ну такая вызывающая и все покупательницы там наверно в таких одеждах да нет но кто-то смотрит такую вещь причем знаешь я может быть купила бы в россии такую вещь но находясь здесь я думаю о том что можно здесь одеть и что нельзя причем вижу здесь люди ходят в топиках и в шортах и с открытыми ляжками за выражение с открытой грудью то есть они живя здесь не парятся а я парюсь и думаю что здесь одеть такое чтобы не так привлекало внимание и у меня какой-то комплекс вызывает что якобы я в мусульманской стране шорты мне нельзя одевать юбку мне нельзя одевать но они при этом ходят же в такой вызывающей одежде понимаешь что у меня диссонанс я каждый раз когда смотрю вещи но здесь же не действуют законы шариата здесь светское государство и каждый одевается как хочет у всех свой стиль мужчины в шортах ходят никто их не упрекает за то что они в шортах женщины турчанки идут в топиках и грудь у них там декольте такой довольно-таки глубокая она его не прячет не одевает под низ топика маечку чтобы прикрыть этот декольте нет я вижу девочки ходят такие прям шортах открытых они ходят в этом а я думаю купить я такой или нельзя мне такой покупать понимаешь ну что наши похождения не прекращаются все мы продолжаем искать сейчас мы находимся в мезотли агдениз престиж концепт такой вот комплекс пойдем сейчас посмотрим что здесь так я понимаю не ухила честные в принципе не не близко но и недалеко от очистных комплекс интересен потому что много зелени свежий дом приятный вид фасад у дома такой современный согласитесь вот живут турки местные турки спрашивать в комментариях вот что вы там расхваливаете покажите жизнь как живут местные турки вот так и живут куда бы ни заедешь вот такая красота ну конечно в деревнях там подальше от города там все попроще жизнь она там более такая приземленная здесь вот люди которые работают в городе в мерсине причем не анталия не стамбул не столица не анкара уж вам судить все хотят чтобы я показал прям самых конечно есть и менее обеспеченные слои общества ну вот не знаю могут везде у нас куда не пойдешь везде вот такие комплексы эти фонарики пластиковые рассыпаются от жиры плюс 30 с лишним градусов 31 наверно или 30 почтовые ящики что еще снять мраморе все двери входные тут домофон у них везде все сколько в прошлое видео посмотрите я же не один дом показываю везде вот так люди живут видео домофон почтовые ящики камушком сделано дверки открылись там все стоят кресло красота как в отеле сколько у них айдат сейчас скажу не вижу сколько и да тут общие деньги видать какие они но видите порядок есть они все рассчитывают что там на что у них пошло я покатать а ты тут не боишься держись она такая опасная а не боишься не боишься да тепло солнышко греется софия говорит тебе нравится в турции нравится нравится тут цветочки тут фрукты да софия прям домой приходит ключик это я хочу на себя посмотреть прям любит себя смотреть любит смотреть наши похождения и можно наши ролики включить никаких мультиков не надо она прям довольная рассматривает вот видите детские площадки короче ребенок довольны что здесь куда не придешь общественные площадки вот у себя в доме такие площадочки у нас правда бедненький домик который мы снимаем но построен замечу качественная высота потолков у нас офигенная 3 метра просто как бы он немного бюджетный такой комплекс но под сдачу допустим под инвестиции и он такой локации находится рядом с центром соли просто не богаты по инфраструктуре ну а зато там цены как бы да можно за 70 тысяч купить квартиру здесь конечно будет квартиру стоит 200 тысяч долларов но что-то около того может быть даже 180 все по-разному продают в зависимости от состояния от этажности и от того какое настроение сегодня у турка приятные дома посмотрите какие фасады разве в таком окружении жить плохо что когда все зелено все откуда не посмотришь бассейнчики голубая водичка травка зелень лимон и вот софи идет лимон собирать пользу где взяла ну и рингет брось мячика это не мячик это лимон был тоже лимон нашла да мама и говорит выброс мяч это лимон тут лимоны как мячи валяются так да все нормально здесь не знаю негатива никакого нету наоборот как бы спокойствие и позитив ну а по поводу того что кто-то пишет что везде хорошо с деньгами но ребят и без денег и в россии плохо мне кажется даже если у тебя будут деньги какие-то которые сбережения ты где-то набрал но все равно бездельничать то устанешь ну год ты будешь бездельничать потом просто тебе надоест все равно же хочется работать чем-то заниматься чтобы какое-то был любимое дело которое тебе приносило удовлетворение в том числе деньги ты мог на этом еле зарабатывать поэтому каждый все равно себя ищет а кто ленится кто ничего не делает то конечно он будет только ролики смотреть и говорить что вот хочу такую машину тому вот хочу тоже самую квартиру и будет сидеть у себя там на диване все и работать там нет в охране просто у всех свой этап жизни кто-то может там полжизни проработал в такси потом раз изменился бизнес открыл там ну тут переосмысление какое-то идет да мы же каждый можем себя изменить поэтому сегодня ты ходишь по зарплату работаешь завтра ты рискнул какое-то дело свое открыл или я не знаю какой-то эти проект начал там выучил языки программирования или просто ты решил собрать команду каких-то специалистов и создал что-то такое что приносит людям пользу тебе деньги поэтому нужно быть предприимчивым по жизни тогда все получится не бояться трудностей рисковать рисковать просчитывать риск конечно я он детки гуляют пойдешь деткам побежал знакомиться пальмочки скворечники на пальмах здесь небольшие балкончики на которых устанавливают кондиционеры здесь несколько домов его концепт эта территория большая там есть площадка спортивная когда несколько домов плюс в том что не только бассейн большой но еще и на территории много детей это получается проще вышел с ребенком ребенок всегда найдет с кем побегать поиграть а когда все таки один дом стоит то там скукота вот и придется постоянно чем-то ребенка занимать мы всегда узнаем то есть где больше детей там как бы уже взор туда свой устремляем чтобы можно было выйти вот так вот сесть беседки а ребенок убегал с другими детьми это очень важно коридор кухня салон кухня здесь большая смотри но надо делать косметический ремонт балкон это сколько цена по цене 450 это садик рядом так шкафы надо делать кухня под зону кухню шкафы наверно менять либо посады менять кондиционеры сняты здесь окна него тоже хорошо что можно отдыхать на балкон салон большой детская большой туалет шкафчики под замену плитка страшно 2 детская 3 детская 5 плюс 1 она получается больше даже это не маленькая я такого потолка не видел чтобы обоими заклеили лучше в это были белые какие-то рифленые обои и их подкрасить под цвет тут у черта нет санузел сколько здесь санузел? 4 что? ванну там можно поставить? вот такая подубитая в свежем доме но подубитая мы так жили у нас свои новые люди приезжали к нам в дом смотрели ребята говорят такое ощущение что вы здесь не живете а тут люди конкретно жили квартира косметический ремонт и генеральная уборка потому что конкретно котел тут есть все подключено короче они сами отопление у них как вам квартира такой понравилась? знаете минус какой с видовыми мы уже начали мириться смирились ну как можно было на три дома сделать такую маленькую площадку они как в клетке там у нас ребенок прослушал была большая баскетбольная площадка чтобы набыло два кольца и двое ворот чтобы можно было играть но все что есть Гранита настоящится , остается кухня под замену плитка остается на этом под замену он так страшный это под замену это остается это остается намDavid туалеты надо делать да тут только подкрасить потолок обои содрать подкрасить белый сделать здесь тоже самое они зачем то везде наклеят здесь надо получается менять ну это можно оставить конечно но внизу тут багеты оторваны я бы здесь стенки были плиткой вы сделал ну хотя бы вот эта часть которая закрытая инсталляция на первых вся кривая вот такая здесь надо плиточкой сделать облагородить на полу плитку можно оставить унитаз остается если он отмоется здесь вот это вот что система не знаю но можно оставить унитаз унитаз засран замки меня двери рабочие двери можно отмыть от них фурнитуру поменять ламинат везде нормальные окна тут не шумно просто я определяюсь что делать если мы допустим его будем брать и вечером вот так мы дома собираемся если позволяет время то начинаем просматривать что мы смотрели можно спрятать сюда стиралку шкаф какой-то уже убитый так это остается плитка конечно страшная на полу будет здесь поменял бы сделал хотя бы белую чтобы красиво было заходить есть порог надо что-то делать с порогом тут можно гардеробную сделать велосипеды и инструменты хранить здесь вторая комната это получается третья третья комната вот так вот открывается здесь можно сделать кабинет кстати по розеткам здесь очень бедно одна розетка здесь и больше розетка 2 3 4 розетки здесь плитка в туалете нормально сделано как-то похабо конечно по-русски сделано совсем качественно вот такие места примыкания но и сама нормально тут же вы нормально затерто сверху вот эту всю белую фигню краску отмыть потому что вот это красили как-то можно а называется этот комплекс концепт такой вот холл транс гири шин транс пока ищем квартиру я изучаю рынок я как бы понимаю где мы живем что здесь какие строения какие квартиры в будущем я надеюсь что это поможет и мне кому-то и помочь нашим зрителям кто приедет сюда то приедет сюда возможно такие вопросы возникнут потому что нас же не только подписчики смотрят а приходят по запросу нашего видео кто-то набирает мерсиум квартире и соответственно смотрит пойдем софим уходим эта информация будет полезно а я смогу возможно вот этих видео помочь рассказать и сам изучаю рынок недвижимости здесь и мне эта тема интересна потому что на самом деле здесь интересно в этом рассказывать потому что не надо брать много инфраструктуры мне нравится здесь то есть в сочи например бы если бы я хотел продавать квартиру но там надо было приукрашивать и немного вытаивать потому что плохие подъездные пути там канализация какие-то еще нюансы здесь есть нюансы данной стройка рядом идет но она временная там комплекс застраивается инфраструктуры появляются и улучшаются условия а так вот мне приятно про такие комплексы я не знаю всем было бы приятно рассказывать показывать и показывать а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok